Тоша дома, ждет нас, а мы сейчас приедем. Все, ты дома. Ой, не тебе ключи достала. Машины достала мне надо от дома. Всем привет, ребята. 12 число у нас, четверг. Мы отправляемся с Барсом на стрижку и очень спешим. Не знаю, как так у меня получилось, хоть и рано проснулась. Тоша домой, домой, дома. Хоть и рано проснулась, сегодня вещи перебирала, сортировала. Что-то выкинуть необходимо будет. Что-то просто разложить по местам. А что-то я собрала, чтобы отвезти в Центр помощи. Но вот почему-то я не уверена, что у нас сейчас Центр помощи принимает одежду. Объясню, по какой причине. Я последний раз, когда была, проходила мимо кинотеатра, ой, у нас так вообще затянуло. Смотрите, и дождик срывается. Надо быстро в машину садиться и ехать. Быстро садиться и ехать. Дождик срывается. Нам обещали вчера бурю, но походу сегодня будет буря, да? Что? Обещали вчера бурю, но походу сегодня будет такой ветер сильный. Уже. Похорный буря. Отправляемся стричь Барсика. Вещи собрала, положила в багажник. Не знаю, может, на обратном пути заедем и посмотрим по погоде, и как Барсик себя будет чувствовать. Его тоже не хочется мучить. Просто мы едем совершенно в другую сторону, да, кухонный? Вот. И я не совсем уверена, что они сейчас там принимают помощь, потому что я проходила мимо, там совсем пусто, нет ни коробок, ничего. Знаю о том, что говорят, что многие уезжают уже, никому ничего не надо. Короче, те, кто хотели получить помощь, они получили помощь, а все остальные либо крутят носом, либо перебирают. Короче, все хотят в денежном эквиваленте получить помощь. А такую помощь, чтобы одеждой, там, едой не устраивает. Много претензий выставляют в плане того, что еда не такая, еще что-то не такое, да, кухонный? В общем, народ, конечно, не перестает удивлять. Я вчера косила, смотрите, здесь укусило что-то, и у меня вот это все шишка. Такая огромная. А, ну, 27-30 км в долг. Все, мы поехали. А? Как так, будто бы губы крепкие. Реально, а ты подскакиваешь, реально. О! А, ну, небезпечно, здесь, как-то... Небезпечно, но я же еду. О, 80-80 еду. А, ну, небезпечно, по дороге и... И солнышко здесь вышло. Конечно, дорога совсем плохая, печальная. А мы, кстати, по... А мы, кстати, по... Можно идти по дороге? Ну, чуть-чуть. А мы по этой же дороге и вторую не ехали, да? Небезпечно. Ну, как это не ешь? Мы ехали, ехали, а потом там... В Сулургии. А потом там... Небезпечно. Ты меня слышишь, нет? Так, так. А потом там до станции мы доедем, и мы как раз будем проезжать вот эти вот железнодорожные пути, где нам надо будет повернуть на левом. А мы поехали прямо. Мы вторую не ехали. Мы ехали еще на алкоголь. Трошечко, да? Ну, ну. Барсик сидит тихонечко. Не кричит, но все равно очень переживает, спрятался. И там у Сулургии вообще не смешивает. Да он перепуганный был, он не хотел в эту переноску садиться. Да, вправо влево, а там вправо. Он же еще это... По поводу того, что с Тошей мы ездили позавчера. Он думает, что не хватало, чтобы у меня так накачали. Да, полно. Очень любилки болт. Ну да. Мне надо, кстати, видео сделать, а я даже этот роутер не взяла, чтобы если что загрузить. Ну ладно. У меня просто с видео совсем беда, проблема, потому что с интернетом... Интернет плохо работает. Это во-первых. А во-вторых, ну я по времени просто не успеваю сейчас сидеть, регулировать. В общем, едем. Не крутись, не мешай. Да, приехал на стрижку. А вот. Угу. 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 Кожа практически белая. Вася купается. Вот это у Барсика сегодня процедуры, да, сходили в салон красоты и наш котик и манюр, и педикюр, и купание, и стрижка. Будет тепло тебе, очень мешает. Стоять. Все, мы прошли все процедуры, поедем сейчас домой. Такой прекрасный салон находится вот здесь, в Витамин, в салоне Громерским Бьели Грум. Вот визитка, может кому-то интересно, сейчас я в тенечек встану, тут ничего не видно. Может кому-то интересно, кто-то живет в наших тут окрестностях. Вот визитка. Ставьте на паузу, смотрите. Есть у них фейсбук. Очень милая девочка, быстро все делает, оперативно, и главное нежно, не крутит, не вертит его. Так, садимся в машину. Хорошо, все отлично. Правда, Барсик хвостом как пошевелит, как пошевелит. Вся шерсть летит, и бля, как начал нос чесаться. Вот эти мелкие частички. Я специально надела эту куртку, дождевик, чтобы потом можно было себя струсить. А то я вечно приезжаю в футболки, и потом эту футболку смело можно выкидывать, потому что она в мельчайших этих шерстинках, ее нереально просто отстирать. Так, еще раз покажу визиточку, кому интересно, может кому-то интересно. С одной стороны, и с другой стороны. Милая, приятная девочка все аккуратненько делает, не дергает его, аккуратненько его перекладывает и выворачивает ему в лапы не в те стороны, в которые не нужно. Подстригла его, подрезала ему коготочки, все вот тут лапочки между пальчиками, все ему тут подстригла аккуратненько. Потом ножничками филировочными везде подровняла, покупала его, посушила феном. Короче, барсик. Осталось еще только парфюм на ней, и все. Вот. Так что, кому интересно, звоните, пишите. Ну, естественно, кто рядышком. И стоила вся эта процедура 60 злотых. Вот, пожалуйста, 60 злотых. Тут же нет никаких карт, ничего. А, тут не пишется. Рыпин. Правильно я сказал? Рыпин. Так, Рыпин. Улица Огрудова, 37. Это их адрес. Все, мы едем домой. Еще, наверное, в Жероме надо ехать, да? Сумку надо занести эту с... Ну, ты понял, с чем с этими, с вещами. Ну, если получится, конечно, если они принимают вещи. Ну, с куртки у меня все-таки летит шерсть, да? Есть много летит. Надо пойти, наверное, вытрусить ее. Тут больше шерсти на футболке, пока я его ловила и сажала в машину. Вернее, не в машину, а в переноску. Покупала его девочка. Начинает феном сушить, и он такой уже вижу, что начинает крутиться, уже капризничать. Но видно по нему, что он уже уставший. Вот. И я такая переноску ставлю, он раз в переноску залез. Она говорит, что не досушивать его. Я говорю, ну, я не знаю. В машине тепло, так что ничего страшного. Сейчас быстренько доедем. Блин, ну подбородок у меня, это, конечно, капец вообще. Такая шишка огромная. Ну и колонна, правда. Я вот так вот, когда делаю, мне же больно, мне кажется, у меня сейчас эту глотку тут проткнет эта шишка. Намазала, конечно, там таким специальным средством от укусов Кумарова, но что-то как-то оно... Оно чешется очень сильно, это так настолько раздражает постоянно. Здесь на руке тоже, смотрите, какая у меня шишка. Видно? Я вижу такой круг. Что-то огромная такая шишантра. Не знаю, как показать. Видно? Видно? Угу. Огромная шишка. А? Есть, огромная. Но на руке оно не так больно, как здесь. А здесь, во-первых, мне мешает очень сильно это. Ну, перемещается, двигается. Во-первых, очень сильно мешает мне, а во-вторых, оно так чешется, и постоянно хочешь его потрапать. Поэтому, понимаешь, это не может, что-то еще хуже сделаешь. Все, отправляемся в путь-дорогу. Ехали, ехали и подумали о том, что хочется нам брюшки, лосося. Купила брюшки, заехали тут на рынок, сейчас машина проедет. Заехали на рынок, сходила в рыбный магазин, купила брюшки лосося, там еще два кусочка такие с лосося, и взяла огромную камбалу. Это не на сегодня. Сейчас надо в багажник положить. Это, конечно, не на сегодня. Это я взяла в морозилку кину, потом, может, как-нибудь приготовим до дня. А то очень редко у них свежую рыбу можно купить, потому что рано утром все разбирают, и, как бы, потом ничего нет. Купила коханый флондру. Забыла, как она называется. Я говорю, фланда. Она говорит, флондры. Я говорю, так, флондры. Сейчас, Барсик, подожди. Спрячу все в багажник еще. Надо заехать. Отдать вещи. И за бензином. И все. И едем домой. Еще раз скажи. Халабуда. Че она так пищит, куханый? Стоп. Нет. А я тебе сказала, халабуда. Халабуда. Но она сказала, что она очень соленой, поэтому... Я знаю, что он газ хочет. А что я сделаю? Немного мы газа. Мы не купим газ. Чучу, конечно. Купим мы газ. Газ из-за дороги. А все есть за дороги. Все есть за дороги. Все есть за дороги. И я говорил, что... Раз, наиболее упроцательное сдержание на бензине. Ну да, кстати тоже заметила, что как-то во всем больше. Бензина есть больше питательная. Ну потому что ей на дольше хватает, чем газ. Так. Цирк? Где цирк? Ну, бензин. Мабыть. Хотя, я так спрашиваю, где цирк? У нас по жизни только один цирк. Так, мне надо где-нибудь припарковаться. Что это? Не знаю. Пойду, спрошу, принимают вещи или нет. Что целую сумку собрала. В основном детские вещи, куртки, штанишки, маечки, футболочки. Ну, такое ощущение, что вот тут уже ничего не принимают. Сейчас зайду, спрошу. Если что, Милаш просто даст объявление в этом фейсбуке. Кому надо, тому отдадим. Если не принимают. День добрый. День добрый. День добрый. Хотела отдать вещи. Так. Бо все-таки у нас по выехали. Я мам дуже вещи. И мысляла, может кто-то потребует. А? Ну, там для дитяка. Три-четыре. Ну, здесь там, где-то. Ничего себе. Бо тут кто-то вчера попросил, то может. Может. Может кто-то переставит, если потребует. Распаковать то? Не, не треба. Это я все отдам. Струтор. А может это отдам. Не, не треба нам. Не? Не. Ну так. Там на хлопака. Три-четыре. Там. Ну, там есть. Это есть. Доброе. То есть. А на доле там куртки. Ну, ямцы, что-то не потребны куртки. но может кому-то что-то будет, все, до видения Бабу отдала я все Ну просто там есть и новые вещи, и ношенные вещи И как бы, ну знаете, как бы люди, которые реально нуждаются Особенно это касается деток, мы все прекрасно знаем Детки такие, что где-то упал, где-то запачкался То есть лишние вещи не будут Те же штанишки, те же носочки, трусишки, футболочки Тем более на такой возраст, там, не знаю, это где-то от двух лет и до пяти Опять же, смотря как ребенок растет Все, все сделали, можно ехать со спокойной душой домой Они уже не собирают вещи Вот Но другая там пани вышла сказала, что иногда спрашивает Если как бы я хочу, то я могу оставить Тем более детские Потому что, говорит, иногда приходят, спрашивают Я говорю, ну конечно оставлю Говорит, давайте потом я торбу отдам То есть, говорит, а не надо мне ничего, не торбу, ничего Все, едем на заправку и домой, да? Белся Барса Пойдем домой Домой пойдем, да? Ух ты, мой стриженый котик Стриженый котик приехал домой Мой красавчик Тоша там гавкает Тоша услышал? Сейчас пойдем за Тошей Ой, Барся Домой Пошла я ворота Идет лапа у меня троса Тоша лапки еще немножко мокрые Пойду я ворота закрывать Сейчас я приду Открою двери Ты мой красавчик Сейчас, подожди, Барсюш Тоша там завывает Тоша, перестань Сейчас, Барса, напугаешь Боже, Барсюш, отойди Ну, ты чего так кричишь? Ты чего так кричишь? Услышал машину играть? Тихо, тихо, тихо Тихо, успокойся Все хорошо Тихо, Тоша Тихо, тишина Тишина Иди сюда ко мне Ужас Аж в ушах звенит от тебя Барсик, подстригся Ты заметил? Барсюш, идешь домой? Мне надо еще с багажника Все достать Все, успокаивайся Ты так не делай Зачем так кричишь? Все хорошо Иди лучше пописай Иди проверь Все ли на месте во дворе Пойди проверь Боже, радости Куханый, позови его Что там? Что там? Тихонько Все, успокаивайся Звоночек, конечно Еще тот О радости-то О радости Ты пописал? Дела все свои сделал? Бегун, бегун Ты улыбаешься? Ты увидел, какой Барси у нас красивый? Барсюша наш Подстриженный Тихо-тихо-тихо Тоша 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 Господи Ты меня завалил Ладно Все, давайте домой заходить Кушать хочется уже Барся попой Круть-верть Круть-верть Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому